Очень хороший вопрос, я считаю. Давайте поболтаем об этом. Давай. Я не буду вам вешать макароны на ушки и говорить о том, что все девушки в мире просто мечтают связать свою жизнь с мужчиной, у которого уже есть ребенок от прошлого брака. Нет, это совершенно не так. У меня есть знакомая, которая категорически против связывать свою жизнь с мужчиной, если у него будут дети от прошлого брака. Вот категорически против она. У меня есть знакомая, которая придерживается противоположных взглядов. За что ходить по знакомым? Давайте меня брать. У моего мужа тоже есть дочка. И у меня тоже есть дочка. И вот мы нашли друг друга. Я приняла его ребенка, он принял моего ребенка. Хорошо вместе живем. Назовете нас оленями, респехами или алюменщиками? Ну, назовите. Наша жизнь от этого никак не изменится. Сказать, что это легко, жить с ребенком от другого брака и всегда все как по маслу идет? Нет, я не скажу этого. А тот человек, который вам скажет, что это легко и в этом нет проблемы, ни единой, он либо еще пока наивный, либо вас обманывает. Так если даже в семьях, где родной ребенок рождается, возникают проблемы, то уж говорить о семьях, где появляются дети от прошлого брака. Конечно, будут сложности. Но здесь уже речь идет больше о том, насколько человек готов работать над собой и над своими психологическими травмами. Конечно, нужно прокачивать и осознанность, и человечность, и доброту. Просто вот спросите свою девушку, которая не может принять вашего ребенка. Какие отношения ты видишь в будущем с моими детьми? Или, возможно, уже с нашими общими, если они у вас появятся? Какие отношения ты видишь в будущем? Если в будущем она вообще не видит в своей жизни ваших детей, то поверьте, текущая жизнь ваша будет как на войне. Понятно, чаечка. Ребята, всем здорова, Саныч, на связи. Слушайте, ну, я скажу так. Конечно же, конечно же, в принципе, можно допустить построение каких-либо отношений, когда женщина принимает твоего ребенка, если он живет с тобой, да, вот и ты принимаешь якобы ее ребенка. Ребят, это, в принципе, так скажем, равнозначно, но, но, ребят, свое это свое, а чужое это чужое. В любом случае он тебя будет раздражать, он тебя будет бесить, ну, потому что он чужое, ребята. Это работает в обоюдном случае и как женщина к мужчине, как мужчина к женщине, да, вот если он видит чужое чадо, которое было, это напоминание о том, что она с кем-то спала, от кого-то беременела, от кого-то получала оргазмы, вот там они рожали, у них были отношения, семья там и так далее. Это все будет напоминанием, как ему, так и ей. Да, это равнозначно, допустим, там и она приняла, и ты принял, ребят, но какое будет качество этой семьи, скажите мне, пожалуйста. Это, ну, честно скажу, это уже не то, абсолютно не то. Да, такие отношения, возможно, могут там дольше продержаться, но они все равно распадутся, как-то не крути. Потому что, ребят, ну, это уже осколки разбитых семей, которые пытаются, знаете, допустим, ты вот, зеркало у тебя было, ты его разбил, и ты пытаешься как-то там вот его сложить по осколочкам, как-то вот-вот-вот-вот, да, вот. Тем более еще и чужие осколки какие-то там где-то там на мусорнике нашел, да, вот, и пытается туда вставить, допустим, недостающие элементы. Ты никогда не сделаешь уже нормального зеркала из этого. Там как-то, да, там ты будешь в него смотреться, как-то оно там, оно будет искажение тебе, точнее, изображение искажает там и так далее, но полноценного зеркала уже не будет никогда. Субтитры создавал DimaTorzok